Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер. Это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Все идет по плану. Как в столице края убирают дороги, крыши, тротуары и что об этом думает прокуратура края. С чем придется столкнуться при попытке сменить председателя ТСЖ? Разбираемся с экспертом. Сосульки над головой, наледь под ногами. Такие же проблемы есть и у автомобилистов. Итак, как город убирают зимой? Мы делаем большой обзорный сюжет, говорим о том, какие есть нормы и как с ними справляются городские службы. Здесь нужно аккуратно, шаг за шагом. Снежная мессива опасна тем, что под ним прячется лед. По мнению автомобилистов дорожной службы, убирать суврубы вовремя не успевают. Между тем, лед и снег с проезжей части должны начать убирать через 6 часов после окончания снегопада. Раньше можно, позднее нет. Так говорят правила благоустройства Барнаула, принятые гордумой. И как их исполняют, мы спросили у водителей автобусов. Здесь обчина миховая, нормально чистят почти каждый день. А вот на той конечной плоховато. Бывает мы доезжаем до париклиники и все, и вниз уже не спускаемся, потому что мы подняться уже не можем. Ну не вовремя так убирают после снегопада. А как водитель легкового автомобиля, как оцениваете уборку улиц? Уборку? Да, отвратительно, наверное. Что, что могу сказать? Отвратительно. Согласно тем же правилам благоустройства, улицы, по которым проходят автобусные маршруты, подлежат уборке в числе первых. Зависимость какая категория улиц. То есть основная транспортная магистраль – это первая категория улиц, и, допустим, где проходит движение автобусных маршрутов, это вторая категория. Ну и третья категория – это второстепенные улицы, допустим, частного сектора и все остальные. Ну, сейчас более частые снегопады, как по вашей оценке, справились? Ну, относительно неплохо. Ну, справились, но не в полном объеме, конечно же. У города есть проблемы. Износ снегоуборочного автопарка составляет более 80%, да и машин не хватает. Если требуется, город нанимает технику со стороны. Ежедневно на уборку улично-дорожной сети у нас выходит от 170 до 230 единиц транспорта. На уборке тротуаров задействовано от 40 до 50 единиц техники и чуть более 130 дорожных рабочих. Укомплектация учреждения, мы раньше озвучивали, что есть проблема с укомплектацией. Да, проблема эта остается, но на данный момент уже сложилась положительная тенденция. То есть процент укомплектованности у нас с каждым днем растет. Я думаю, что в ближайшее время мы должны этот вопрос закрыть полностью. Еще одна причина несвоевременной уборки улиц, это по словам руководства Автодорстроя, снегопады, которые превышают нормативные показатели. Уже сейчас из города вывезено на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период зимы. Этот факт не растопил сердце прокуроров. Городская прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в уборке улиц и привлечении виновных к ответственности. Да, действительно была проведена проверка прокуратуры города. Все участки предприятий известны. Они доведены у нас до дорожно-эксплуатационных участков. В том числе в формируемый план вошли участки, которые у нас проверила и прокуратура, и также участки, которые сообщили граждане, как через обращение, так и через центральную диспетчерскую. И в течение ближайшего времени все эти участки будут отработаны. А вот быстро отработать снежные валы, которые лежат вдоль дорог, не получится. Стандарты позволяют им лежать на обочинах, ну, очень долго. Снежные валы должны возиться от 9 до 12 суток после окончания снегопада. То есть в процессе, когда первая идет стадия уборки, техника весь снег сметает именно на обочину, в лотковую часть, формирует эти валы. И после окончания снегопада, в течение этого периода, 9-12 дней, они должны возиться. Не забудем и о братьях наших пеших. Для них, как и для автомобилистов, предновогодний Барнаул предлагает на выбор. Поставить на авось или заручиться поддержкой альпинистских кошек. Иначе можно просто встретить праздники загипсованным. Но разве готовы к такому гости города? Ведь почти трассой для скелетона встречает их столица края. Прямо от двух вокзалов тянется тротуар, сплошь покрытый бугристым льдом. Мы пообщались с прохожими и, по традиции коммунального патруля, отобрали для вас только цензурные комментарии. Скажите, как вам качество уборки тротуаров наших? Что, правда сказать? Халат. Иду и чуть не упал. И здесь тоже катушка. Можно бы поскользнуться и упасть. Но можно бы, как сказать, что-то сделать. Я имею в виду, убрать все это. Часто здесь ходите? Ну, бывает. Ну, здесь постоянно так, да? Ну, конечно. Уже давно так. Естественно, для уборки тротуаров есть свои нормативы. Например, такое правило. Никаких реагентов. В зависимости от ширины. То есть, если ширина тротуаров позволяет, мы убираем их механизированно. То есть, тракторами со щетками на базе МТЗ производится уборка. Дворниками выполняются работы по очистке именно створов пешеходных переходов. То есть, после прохода грейдеров по дорогам грейдер прошел, трактор прошел прототуару, дворник расчищает именно проход на пешеходном переходе. То есть, такие они работы выполняются. И, кроме того, также выполняются работы по посыпке песком. Потому что песк с соляной смесью посыпать нельзя. Но над пешеходами нависает еще один риск – налить на крышах. Такие сосульки по опасности не сравнятся с обледенелыми тротуарами. Здесь уже город бессилен. Ответственность за уборку крыш лежит на управляющих компаниях и ТСЖ, которые обслуживают дома. А вот налить на своем балконе придется убирать самим. Как не сделать хуже, пытаясь перевыбрать плохого председателя ТСЖ? Об этом и расскажет наш эксперт. Основные ошибки при переизбрании. Порой бывает так, что у нас ряд, так скажем, группа создается инициативная, которая против правления. И она начинает, так скажем, потихонечку людей приобщать к себе. И вот здесь вот люди, неведущие, стараются, может быть, на соседских взаимных отношениях притягиваться к этой группе. Порой даже не понимая конфликта, как вот часто мы встречаем это. То есть нас приглашают, допустим, на вот эту конфликтную ситуацию, рассказывают о том, что хотят сменить председателя ТСЖ. Мы начинаем задавать вопросы, в чем причина. И выясняется, что большинство собственников не владеет информацией. И присутствует, знаете, как межличностный конфликт между несколькими людьми. То есть и председателем ТСЖ, который в какой-то степени, может быть, грубо, может быть, где-то и по делу не дал какой-то информации, либо не так сказал кому-то из инициаторов. Так вот, надо здесь вот эту тему сразу разделять. То есть и поэтому многим собственникам я говорю, давайте вы сначала проникнетесь непосредственно в глубину проблемы, для того, чтобы понять, насколько действительно этот председатель на сегодняшний день не заслуживает этого поста. Так вот, для этого надо поднять финансовую отчетность. Если председатель говорит, пожалуйста, приходите, такое было, я в определенное время вам дам возможность ознакомиться с финансовой отчетностью, с ревизионной комиссией, которая была, вы посмотрите, увидите, и после этого сами дадите оценку. И мы приходили, смотрели, видели. И те люди, которые, так скажем, поначалу шли, так скажем, знаете, по-соседски, из доброжелательных позиций, выяснилось, что впоследствии они говорят, ну, я как-то не увидел здесь серьезных нарушений, поэтому мое мнение такое, что я не намерен менять председателя. Почему? Потому что каждая смена власти определенным образом не так хорошо сказывается на управлении домом. То есть это начинается войной по передаче документов. Это на какой-то период дом выпадает с управления. То есть и хорошо, если он соберется в кучу, там, за какой-то непродолжительный промежуток времени. Это может быть годами длиться, да, то есть председатель документы не отдает, домом не управляем, не знаем, где какое имущество у нас в каком состоянии находится. И в итоге получается, что страдают те же жильцы, которые инициировали это собрание. И поэтому я говорю так, что если вы хотите действительно председателя менять, то это если имеется серьезное нарушение с его стороны. То есть когда вы видите, что он действительно заворовался, да, и другого варианта нет, как сменить, тогда да, тогда надо это сделать. Но надо определить, кто им будет. То есть большинство людей пытаются просто поднять тему от того, что вот надо сменить председателя, но при этом не выдвигает какой-то кандидатуру. А если новый председатель ТСЖ все-таки не желает работать на доме, обращайтесь к нам в программу «Коммунальный патруль». Мы приедем, осветим вашу проблему и попытаемся помочь. До следующего вторника. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...